Уж наверняка все помнят доктора Ватсона и Вадима из «Зимней Вишни». Этих героев сыграл несравненный Виталий Соломин, и, возможно, многие догадывались, что и жизнь актера была схожей с сюжетом «Зимней Вишни». В биографии Виталия Соломина было два брака. Первый – ошибка молодости или недоразумения, как он сам и говорил. А вот второй брак протяженностью в 32 года, но за это время актер заводил несколько романов на стороне. Таким образом, он черпал вдохновение, энергию и силы, словно знал, что ему так мало будет отмерено в жизни, поэтому спешил жить, спешил любить. Будущий актер – сибиряк и появился на свет в Чите в 1941 году. Его родители имели прямое отношение к творчеству. Зинаида Ананьевна и Мефодий Викторович были преподавателями музыки. И музыке в их доме отдавалось первостепенное место. Поэтому неудивительно, что и родители старались обучить сына игре на фортепиано. Только вот юному Виталию по душе было больше спортивное занятие, спортивная секция, которое он посещал с куда большим интересом. А он, закончив школу, отправился в столицу поступать в театральное училище имени Щепкина, где к тому моменту уже отучился его старший брат Юрий. Надо сказать, что на первом курсе Виталий чуть было не забросил учебу. И все дело в том, что он отличался импульсивностью и максимализмом. Он привык учиться на отлично, а на одном из экзаменов получил четверку. Чем очень огорчился. Чуть было не бросил театральный, но потом все-таки передумал и остался. Зато со второго курса Соломин смог уже проявить себя в театре, дебютировав на сцене малого театра в постановке под названием «Твой дядя Миша», что позволило закрепиться в этом театре и после окончания обучения его зачислили в труппу. На сцене этого театра ему доставались ведущие роли, и он смог виртуозно воплотить яркие образы классики. Например, Чацкого в «Горе от ума» и других. А в 70-х Соломин решил испробовать режиссерскую стезю. Уж больно она его привлекала. И талантливый человек, как говорится, будет талантлив во всем. Ему удавалось не только самому великолепно исполнять роли, но и ставить театральные постановки, которые высоко оценивались критиками. А вот кинематографическая биография Виталия Соломина берет свое начало с небольшой роли филолога Боярского в студенческой драме под названием «Улица Ньютона, дом 1», вышедшая на экраны в 1963 году. Зато со следующей роли Соломин становится уже популярным и даже узнаваемым. Хотя роль на самом деле была небольшая, но запоминающаяся. Это кинолента с заглавным названием «Женщины», которая появилась на экранах через три года после дебюта Соломина. Здесь он сыграл роль сына одной из главных героинь. Но, несомненно, самой яркой и самой запоминающейся ролью стала роль доктора Ватсона в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Фильм многосерийный на 14 серий по произведению Артура Дойла. И на родине Шерлока Холмса в Англии этот дуэт актеров был признан лучшим из лучших из тех, кто пытался воспроизвести эти образы в кино. Надо заметить, что съемки сначала складывались весьма непросто. Актеры между собой ссорились и одновременно спорили с режиссером. Прошло какое-то время, пока все не пришли ко всеобщему знаменателю. И тогда уже Соломин и Ливанов очень подружились не только между собой, но и дружили семьями. Ведь съемки киноповести проходили в несколько лет и стали определенным этапом в жизни обоих актеров. Виталий Соломин мог легко перевоплотиться как серьезный персонаж и также с легкостью перейти в комический. И одним из таких ярких примеров его многогранности является классическая оперетта «Летучая мышь» или Сильва. Обе от режиссера Яна Фрида. Яркой и насыщенной была и личная жизнь Виталия Соломина. Не обошлось и без ошибок. И это касается первого его брака. Свою первую жену он встретил в студенчестве. Учился на предпоследнем курсе. А его избранница тоже будущая актриса в Щукинском театральном училище. Ее можно было смело отнести к золотой молодежи того времени. Наталья Рудная – дочь знаменитого журналиста и писателя Владимира Рудного. Понятное дело, что столичная богема несколько отличалась от простых людей. Их роман не стал длительным и вскоре конфетно-букетный период плавно перешел в брак. А поженившись, молодожены сначала поселились в квартире родителей Натальи. В то время Виталий Соломин как раз стал уже очень востребованным актером. И его гонорары позволили обзавестись кооперативной квартирой. Тогда молодые вскоре перебрались уже в свое отдельное жилье. Но их семейная жизнь не клеилась с первых дней. Наталья привыкла посещать светские тусовки. Все свое свободное время проводилась местной элитой, в то время как Виталию хотелось настоящего спокойного семейного счастья. И даже переехав в собственное жилье, ничего не поменялось. О детях Наталья вообще не думала. Карьера ее складывалась не самым удачным образом. Но, кажется, и это ее не особенно-то волновало. Прошло немного времени, и Соломин сам подал на развод. Тесть настоял, чтобы квартира осталась его дочери. Хотя у семьи было две трешки в центре. И гордый Соломин оставил и ушел. Он ни с кем не делился переживаниями, связанными с первым неудавшимся браком. Но в своих дневниках писал, что рудная оставила в памяти о себе глубокую душевную рану. И дал себе за рог не жениться, хотя бы в ближайшие лет десять. Короткого отрезка семейной жизни ему хватилось лихвой, чтобы больше не думать о женитьбе. По крайней мере, пока. Но в одиночестве он все-таки не смог долго перебывать, потому что встретил ту, которая покорила его сердце и оказалась полной противоположностью первой жены – актриса Мария Леонидова. Освела их судьба на пробах к фильму «Городской романс». Причем Маша попала совершенно случайно в ту картину. На улице ее остановила помощница режиссера и предложила пройти пробы, с чем девушка великолепно справилась и даже получила главную роль. А вот на главную мужскую роль пробовался сам Виталий Соломин. Но в итоге режиссер Валерий Тодоровский решил отдать роль Евгению Кендинову. В 70-м году Соломин и Леонидову поженились. Маша взяла фамилию мужа. Через три года у них родилась дочь Анастасия. Но семья продолжала ютиться в общежитии. И только в 75-м они наконец-то переехали в свою долгожданную квартиру. Виталий Соломин любил жену, но также всегда обращал внимание и на красивых женщин. В 79-м году в Малый театр пришла Елена Цыплакова. Несмотря на свой юный возраст, 21 год, она уже успела сняться в нескольких кинохитах, в том числе в «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», а также школьный вальс. Красоту и харизму Цыплаковой не могли не оценить представители сильного пола театральной среды. Но Лена гордо объявила, что замужем. Что было и неудивительно. Но буквально прошло несколько месяцев и прошла весть, что юная актриса уже развелась. И тогда Виталий Соломин решил рискнуть и закрутить служебный роман с коллегой. Она жила обещаниями, прямо как в «Зимней вишне». Ждала, что Виталий оставит жену. Но потом стало известно, что в семье Соломина ожидается пополнение. И тогда у Цыплаковой словно пелена с глаз упала. Она прожила целых два года в ожидании. А потом поняла, что никогда Виталий не будет ей принадлежать. Разрыв был тяжелым, но необходимым. Мария Соломина знала о Цыплаковой, но понимала, что творческие люди могут быть грешны подобным. Поэтому прощала. Муж был прекрасным семьянином. Любил дочь, вскоре родилась и вторая Елизавета в 1984 году. Виталий чувствовал вину за собой и в то же время оценил благородство супруги. Это укрепило союз, но только на некоторое время. Прошло совсем немного, и Соломин увлекся другой. Звездой кинокомедии «Спортлото-82» Светланой Амановой. Это снова был служебный роман. Актрисы также служила в Малом театре. Соломин и Аманова пытались скрыть свой бурный роман, хотя коллеги по театру видели, что актеры, играющие на сцене влюбленных, и в реальной жизни испытывают те же чувства. Актеры – своеобразные люди. Порой они проживают судьбу своего героя и в реальной жизни, помогая, возможно, себе раскрыть образ. Так что неудивительно и даже символично, что и в реальной жизни у Соломина была этакая зимняя вишня. Но брак с Марией Соломиной был счастливым. Все знали, что Соломин обожал свою жену и дочек, много времени проводил с ними, а перед женой преклонялся особенно, так как она знала и прощала ему его слабости. Актер страдал гипертонией, и прямо на сцене у него случился инсульт. Это был 2002 год. Соломина после первого отыгранного акта спектакля под названием «Свадьба Кричинского» увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз инсульт. И там он провел целый месяц. Врачи так и не смогли ему помочь. Его супруга так больше и не вышла замуж, хотя прошло уже 20 лет. Она продала дачу не из-за нехватки денег, а потому что там все напоминало ей о муже. Для кого-то Виталий Соломин останется в образе доктора Ватсона, для кого-то Вадимом из «Зимней Вишни», а для кого-то лейтенантом Иваном из «Крепкого орешка». Но будем помнить в любом случае великого и талантливого актера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok